Часть третья. Резня в Дир-Ясине в кавычках. Жители Дир-Ясина бежали из деревни. 700 беженцев пришли 9 апреля в Эйнкарем и соседние арабские деревни. По бегущим стреляли еврейские пулеметы Хагана с холма Шушрафа. Из страха перед этими пулеметами часть жителей остались в деревне. Среди них было мало мужчин. Они были убиты в бою или бежали, или отступили на соседние холмы и продолжали стрелять по атакующим. В 9.30 около 40 стариков, женщин и детей посадили на грузовики и отвезли на базу Лехи в квартале Шейх-Бадер. Сара Плаи. На базе нас было двое, Аминам и я. Все остальные были в Дир-Ясине. Мы отвели их в большой склад и заперли на замок. Аминам на их глазах перезарядил автомат, чтобы они видели, что мы серьезны и не делали глупостей. Они были напуганы и почтительны с нами. Они просили воды. Мы принесли им воду и мясные консервы. Женщины рдали. К вечеру вернулись наши люди. Пленных посадили на грузовики и отвезли в Восточный Иерусалим. Через три дня служба информации Хаганы докладывала Шалтиэлю. Часть женщин и детей отвезли в Шейх-Бадер. Среди пленных была молодая женщина с младенцем. Часовые лагеря убили младенца на глазах матери. Она потеряла сознание. Ее тоже убили. Иошуа Затлер. Эцель. Это был не информативный доклад, а фабрикация. Определенные круги в Хагане и левых партиях решили превратить захват Дир-Ясина в политическое, культурное и национальное событие. Конец цитаты. Бой за Дир-Ясин продолжался. В захваченной части деревни девушки-бойцы Эцеля и Лехи занимались пленными. Яфа-Бадиан. Мужчин сажали на грузовики и отвозили в разные места. Раз за разом возвращались машины и забирали их в Восточный Иерусалим. Шимон-Монита. Жители еврейского Иерусалима были тогда в подавленном состоянии. Грузовики с пленными проехали по улицам города, и это зрелище подняло моральное состояние жителей. Конец цитаты. Через несколько дней Шалтейль писал в документе, предназначенном для внутреннего пользования. Вид пленных повысил энтузиазм евреев. Иначе выглядели эти перевозки в Иерусалимской газете «Актуальные проблемы» от 15 апреля. Цитата. Конец цитаты. В 1972 году Габриэль Штерн писал в газете «Альгамишмар» на посту газета партии «Мапам». «В тот день, в апреле 1948 года, со своей позиции на улице Невиим, я видел это омерзительное обращение с теми, кто спасся от резни». Сноска. Когда арабов возили по улицам Иерусалима, об убийствах пленных еще не было известно. Следовательно, перед нами позднейшая реконструкция. Примечание переводчика. Конец сноски. Шимон Монита. На следующий день, в субботу утром, я прочищал деревню в паре с Мейером Галеном. Мы услышали детский плач. Вошли в дом и обнаружили, что там прячутся около 30 женщин и детей. Их посадили на грузовик. Один старик не мог идти. Кто-то из людей Лехи сказал. «Пристрели его!» «Пристрели его сам!» Ответил я. «Никто не выстрелил. Его тоже посадили в грузовик. К вечеру в Дир-Ясине не осталось арабов». Конец цитаты. В полдень 9 апреля в штаб Лехи в Гиват-Шауль привели араба, переодетого женщиной. Кто-то из присутствующих убил его выстрелом в голову. Гидон Сарик рассказывает, что жители квартала бросили его труп в костер. Это видели местные и иностранные корреспонденты, командиры Хаганы и жители еврейского Иерусалима, пришедшие в Гиват-Шауль. Видимо, тогда начали рождаться первые слухи о резне. Брурия Хоффман, жительница Иерусалима. «Были слухи о варварствах в Дир-Ясине. Отрезали уши». Дневник Хадасы Авикдори. «Все время приходят слухи о слепой дикости и жажде крови, об убийствах женщин, детей и стариков, об издевательствах над пленными и об убийствах». Конец цитаты. Шалтиэль послал в Дир-Ясин Мардыхая Гихона с заданием убедить атакующих прекратить резню и немедленно похоронить убитых. «Гихон Мард, командир батальона Иерусалимской бригады, сказал мне, возьми взвод и установи порядок в Дир-Ясине. У нас говорят, что там режут. Если это правда, мы хотим, чтобы не осталось трупов. Пусть похоронят. Пусть ведут себя, как цивилизованные солдаты. Я полагаю, что выбрали меня, потому что опасались, что сектанты, в кавычках, будут сопротивляться и дело может дойти до стрельбы. Искали нейтрального, в кавычках, командира, который был бы верен Хагане, но без старых счетов с сектантами, в кавычках. Я понял, что не хотят слишком портить отношения. Еще не дойдя до деревни, мы увидели, как волокут тела в карьер к востоку от деревни. В деревне были десятки тел, и сектанты, в кавычках, убирали их с дороги. Я сказал им, что не надо бросать тела в ямы и пещеры, потому что первым делом их будут искать именно там. Я был с английской армией в Европе и был готов услышать что угодно о немцах. «По отношении наших воин и наших бойцов я был наивен. Теперь я знаю, что такие дела делались». Конец цитаты. Мардыхай Раанан, Эцель. Я сказал Лапидоту, Лехи. «Посмотрим, удастся ли очистить это». Наши ребята сломались в ходе работы. Они поднимали бетонные блоки и камни и вытаскивали куски тел. «Это было ужасно. Они вытащили несколько кусков на улицу, и на этом они кончились». Лапидот сказал, «Абсурд требовать от них делать это. Я не могу. Все». Я сказал, «Все, так все. Тела остались на улице, а я вернулся в Гиват-Шауль». Конец цитаты. В семь часов вечера Раанан передал сообщение корреспондентам. «Деревня Дир-Ясин занята после уличных боев. Взяты пленные». Корреспонденты спросили о числе убитых. Раанан ответил, «К настоящему моменту насчитали 256 убитых арабов». На основе этого заявления Би-Би-Си сообщила из Лондона. 250 убитых, половина из них – женщины и дети. В 1987 году Раанан сказал, «В тот день я не знал и не мог знать точного числа убитых. Никто не считал тогда тел. По общей оценке их было 150. Я назвал число 256. Я знал, что его опубликуют и хотел напугать арабов не только в Иерусалиме, но и во всей стране. Эта цель была достигнута. Так родилось это число. Газетчики, публицисты и историки отнеслись к нему, как к фактическому материалу. Никто не удосужился выяснить точное количество». Конец цитаты. Эти слова были сказаны автору, который в числе прочего решил попробовать установить точное число жертв. К вечеру 10 апреля большая часть бойцов Эцеля и Лехи оставили деревню. Оставшиеся приготовились отразить возможную контратаку и разделили трофеи – сахар, муку, масло и прочие продукты в значительных количествах, а также стадо кос, много кур, золото, английские фунты, доллары и украшения. Иуда Меренберг, Лехи и Иошуа Гольдшмидт Эцель поделили трофеи между организациями. Первые известия командования Хаганы в Тель-Авиве получила от мейра Пайля. Так, по крайней мере, утверждал автору Пайль в 1971 году. Он сказал, что начал свой доклад цитатой из поэмы Бялика о Кишиневском погроме. Впоследствии он писал, что лично был в Дир-Ясине в день атаки и послал к Галиле отчет о 250 убитых, многие из которых были уничтожены после окончания боя. Сноска. Как попал мейр Пайль в Дир-Ясин? Пайль был командиром подразделения Авраам, предназначенного для борьбы с Эцелем и Лехи. Подразделение было упразднено, и Пайль временно остался без работы. Он утверждал, что его пригласил в Дир-Ясин старый товарищ, перешедший из Пальмаха в Лехи, и что этот товарищ, видимо, не знал, чем занимался Пайль. Имелся в виду Моше Эдельштейн. Но Эдельштейн свидетельствует, что, во-первых, прекрасно знал, чем занимался Пайль, а, во-вторых, не сомневается, что Пайль не был в Дир-Ясине. В 1989 году Пайль утверждал, что его доклад не называл числа убитых. Командир Пайля Давид Коэн Авни свидетельствует по памяти, что Пайль упомянул число 250 убитых и продолжает. Число показалось нам преувеличенным. Мы спросили, как он его получил. Пайль ответил, я не считал их всех, но есть отчет знающих людей. Другими словами, это все то же заявление Мардыхая Раанана, командира Эцеля. Утром 11 апреля Дир-Ясин посетил Жан-де-Ренье, глава делегации Красного Креста в Иерусалиме. Его сопровождал Моше Барзилай, служивший в отделе информации Хаганы. Барзилай, еврейский офицер британской полиции сообщил нам, что ходят слухи о резне и что представитель Красного Креста хотел бы посетить деревню. Я надеялся с помощью Дир-Ясин рассеять эти слухи. Дир-Ясин упоминает командира Птахия Заливанский, который был молод, вежлив и корректен. Дир-Ясин продолжает. В глазах его был странный блеск, жестокий или холодный. По его словам, они через мегафон приказали арабам капитулировать и покинуть деревню. Те, кто не выполнил приказ, получил то, что им причиталось. Не стоит преувеличивать. Есть лишь несколько убитых, и мы похороним их, когда кончим очищать деревню. От этих слов у меня застыла кровь в жилах. Бойцы все были молоды, юноши и девушки, увешанные оружием. Пистолеты, автоматы, гранаты, а также большие ножи с пятнами крови. Девушка, юная и красивая, с глазами преступницы, показала мне нож, с которого капала кровь. Вошли в дом, мебель переломана, одеяло и холодные тела. Здесь очищали, в кавычках, из автоматов, потом гранатами и кончали ножами. Сноска. Не вполне ясно, как Деринье мог определить последовательность применения оружия. Визит Деринье состоялся 11 апреля. Бой закончился 10 апреля. Кровь на ноже свертывается за очень короткое время. Таким образом, приводимые подробности ставят под сомнение правдивость всего рассказа. Примечание переводчика. Конец сноски. Повсюду тот же ужас. В итоге я нашел только двух женщин. Девушку и старуху, оставшихся в живых. Конец цитаты. Красный Маген Давид, в кавычках, предоставил в распоряжение Деринье грузовик и санитарную машину. Вместе с ним в Дирьясин приехал доктор Альфред Энгель. Энгель. В домах лежали убитые, всего около 150 человек. Мужчины, женщины и дети. Это было ужасно. Я не видел следов издевательств или изнасилования. Было очевидно, что атакующие переходили из дома в дом и стреляли в людей с близкого расстояния. Сноска. Базисная техника боя в населенном пункте состоит в том, что перед прорывом в комнату бросают гранату, а затем вслепую прочесывают ее автоматическим огнем. Следовательно, в данных специфических обстоятельствах свидетельства Деринье и Энгеля не могут считаться доказательством убийств после боя. Конец сноски. «Я пять лет служил в немецкой армии с 14 по 18 год, но не видел столь тяжелого зрелища». Конец цитаты. Девушку и старуху Деринье отвез в Восточный Иерусалим. Его грузовик был полон телами убитых. Арабы отказались принять тела из опасения реакции жителей, но попросили позаботиться о достойном погребении. Деринье вернулся в Дир-Ясин и убедил командиров похоронить убитых в братской могиле. Барзилай. Деринье сказал, «Жарко! Сожгите тела или похороните их с известью». Извести у нас не было, и мы решили сжечь. Монита. «Мы должны были сначала снять тела с грузовика. Они пролежали уже 24 часа. Никто не хотел этого делать. Я поднялся на грузовик и спустил три тела. Больше я был не в состоянии. Облили их нефтью. Думали, что сгорят, но не вышло. Остались обгорелые тела. Это и есть источник рассказов о бездевательствах». Конец цитаты. Деринье обратился в Сахнут. Ему ответили, «У нас нет контроля над Эцелем и Лехи». В своей книге Деринье писал, «Они, люди Сахнута, не сделали ничего, чтобы не дать определенным людям совершить невыразимое преступление». 12 апреля Сахнут послал в Дирьясин двух врачей – Авикдори и Дориана. Отчет врачей. «В карьере у Дирьясина мы видели пять женских тел и двух мальчиков 14-15 лет. Застрелены. В лощине 25 тел одно на другом, дети и женщины. Не осматривали все тела. Все одеты. Все части тела целы, не обезображены. Не похоронены». Конец цитаты. Иуда Лапидот «Я остался ответственным за деревню. Пришли Авикдори и Дориан и сказали, что они посланы от Сахнута. Есть слухи о резне и варварствах. Они сказали, что доложат только правду». Конец цитаты. Имеется масса свидетельств арабских беженцев о систематических убийствах и о том, что арабы были вооружены только охотничьими ружьями. Англичане составили доклад по этим свидетельствам. Нет сомнений, что евреи совершили много сексуальных ужасов. Много школьниц были изнасилованы и затем зарезаны. Насиловали и старых женщин. Ходит рассказ о девушке, которую буквально разорвали пополам. «Младенцев резали и убивали, отрезали уши ради серег». Конец цитаты. Эти свидетельства не подтверждаются обследованиями врачей Авикдори, Дориана и Энгеля. Сколько арабов было убито в Дирьесине? Как ни странно, их число удается установить с большой долей достоверности. Мы уже видели, что Мардыхай Раанан называл две цифры. 150 по оценке бойцов и 250, которую он назвал корреспондентом. Эта вторая цифра попала в прессу и принята почти во всех исследованиях и официальных документах. У них нет иного источника, кроме заявления Мардыхай Раанана. Автор предпринял попытку опросить свидетелей. Мардыхай Гихон, офицер разведки Хаганы, сказал, «Я не считал убитых. Там были четыре ямы. Я оценил, что в каждой по 20 тел, итого 80, и еще несколько десятков тел в карьере. Я бросил число 150». Офицер разведки Йона Файтельсон был в Дир-Ясине 10 апреля. Он видел 80 убитых. Яшуа Ариэли командовал юношеским подразделением, которое хоронило убитых. В апреле он рассказал жене, что они похоронили 70 тел и взорвали дома, где были еще 40, итого 110. В 1981 году житель Дир-Ясина Самир сказал в интервью, «В тот день собрали 94 тела». Доктор Энгель говорил о 150 убитых. Выяснилось, что Арабский университет в городе Бирзайт опрашивал беженцев Дир-Ясина и пришел к цифре 110 убитых. По-видимому, это число можно считать более или менее точным. Итак, 110, а не 250. Можно, конечно, сказать, что особой разницы нет, но все же во всех официальных, научных и достоверных источниках говорят о 250. И, как уже было сказано выше, никто из авторов этих солидных в кавычках источников не удосужился проверить истину. Все просто списывали один у другого. Это, по крайней мере, учит нас, чего стоит официальная история и современные историки. Редактор субтитров А.Семкин